Меня зовут Щекочихина Мария, я аспирантка МГУ филологического факультета. Я Егор Фарсен, студент физического факультета МГУ второго курса. Лобанов Михаил, я преподаватель Московского университета, кандидат в измотнаук. Меня зовут Игорь Вайман, я студент физического факультета. Дмитрий Петелин, я студент первого курса филологического факультета МГУ. Я присоединился к кампании против фан-зоны в конце марта. И там у нас очень много на самом деле аргументов, почему фан-зона это плохо. Но лично для меня решающим было то, что я увидел, насколько все-таки администрация неправильно с моей точки зрения взаимодействует со студентами, неправильно к ним относится. Нужно сказать, что это место вообще не приспособлено для того, чтобы принимать такое большое количество людей. Плюс стали появляться частные распоряжения, которые не представляли как политику университета о том, что будут сокращены сроки сессии и сроки учебного семестра. Ну, стало понятно, что студенты не пройдут программу и будут сдавать экзамены в каком-то очень стрессовом режиме. Так как я работаю в лаборатории, то мне больше всего не нравился факт того, что на лето нас всех обещали выгнать из общежития, обещали сократить программу, обещали сделать экзамены в более узкий срок. Это все мнение устраивало, так как спорт не должен влиять никак на науку в стране, на учебный процесс. Я выступаю против фан-зоны, потому что я не считаю, что удовольствие одних людей должно вызывать страдания и неудобства других людей. Основные неудобства заключаются, разумеется, в шуме, который придется терпеть жителям главного здания во время того, как они сдают сессию. И, в общем-то, просто в опасности выхода на улицу, потому что там будет около 25 тысяч фанатов, возможно, не совсем трезвых, которые могут сделать с кем угодно что угодно. Я, как и многие мои коллеги по университету, тоже выступал и выступаю за то, что фан-зона чемпионата мира 2017 года должна была быть перенесена на другую, более подходящую площадку в Москве. Я выступаю против фан-зоны, однако, скорее, отдельно от инициативной группы я не принимал участия в их мероприятиях, хотя подписывал петиции о переносе фан-зоны. Я подписала петиции, не только подписала петиции, я участвовала в сборе подписей, например, я участвовала в акции, когда мы пришли все к ректору требовать ответа и требовать, значит, какого-то внятного высказывания вообще на тему фан-зоны, которую он всячески пытался избегать. Но Виктор Антонович остался верен себе, и вот в тот момент, когда мы пришли к нему, значит, требовать ответа и так далее, просто пытаться с ним каким-то образом поговорить, он оказалось, что сначала нам сказали, что он очень занят, потом оказалось, что он в этот момент находится на концерте, и к тем, кто пришел к нему поговорить, он не пришел. Так же, как и коллеги, я подписывал петицию, под которую собирали подписи студенты, то есть они там буквально на первом этаже главного здания, в этом мраморном холле около лифтов происходил сбор, я подписался. Также меня, как члена профсоюза преподавателей МГУ, ячейка профсоюза «Версельская солидарность», студенты в конце февраля позвали участвовать в переговорах с ректором, которые должны были состояться после того, как они передали петицию обращения к ректору с 5000 подписей. Я начал принимать участие в деятельности, в том числе в листовках, в письмах и так далее, и в какой-то момент мы начали действительно все более явно замечать, как на нас пытаются оказывать давление. Мне известно о том, что пытаются как-то говорить с моим научным руководителем, пытаются через него воздействовать на меня, чтобы я всю свою активность прекратила. Просто какие-то неприятные столкновения с полицией регулярные, когда я собирала подписи, например, нас задержал сотрудник ЧОПа с тем, чтобы провести к полицейскому. Первый раз я с ним встретился, когда пытался передать ректору на празднике Масленица листовку о том, почему фан-зона это плохо. На меня тогда напали его охранники, оттолкнули, и через несколько секунд буквально меня задержала полиция и везла в отделение. Продержав там около часа, в итоге не выдав протокола. В начале мая, в конце апреля это начало приобретать какие-то все более угрожающие формы. Стали появляться группы в социальных сетях, которые распространяли какие-то разоблачения и обвинения в адрес инициативной группы. Но примечательно то, что в них содержались персональные данные и другая информация, которую нельзя получить легально. В одном из постей была опубликована информация о том, что я менял в детстве имя. Это имя я менял в связи с семейной ситуацией. И об этой информации никто не знал, кроме каких-то старых знакомых из Иванов, с которыми я давно не поддерживаю связи, кроме родителей. Информация была опубликована в ключе моей национальности, в ключе того, что моих каких-то комплексов, из-за чего я сменил имя. Я в университете нахожусь довольно давно и видел разные истории. И вот то, что происходит вокруг ситуации с фан-зоной, то, как себя ведет администрация, то, как ведет себя службы, которые странным образом присутствуют в университете, которые по непонятным основаниям вмешиваются в различные стороны его жизни, ну это практически беспрецедентно. То есть за последние 10 лет точно такого не было. С утра мне написали, что мои однокурсники были задержаны прямо на экзамене. И через несколько часов мне тоже позвонили и сказали приехать в отделение полиции МГУ. Иначе я буду объявлен в розыск. Возможно, кто-то дал какие-то показания, кто-то на меня что-то указал, но мне говорили, что существует какое-то видео, на котором видно, как я что-то крашу. Однако никакого видео ни я сам, ни мои задержанные друзья, которые сейчас проходят свидетелями, никто этого видео не видел и неизвестно, существует ли оно в природе. Сначала я проходил по делу также свидетелем, но через какое-то время меня переквалифицировали в подозреваемого. Ну, сейчас мы уже некоторое время признали, что компания за перенос фан-зоны, а ее просто нужно прекращать протестные действия, поскольку понятно, что фан-зоны уже не перенесут. И в связи с этим у нас освободились некоторые силы, которые мы как раз в свете уголовного дела мы стараемся сейчас пустить на какое-то освещение вот этой всей глобальной темы давления на студентов, которая на самом деле, то, что я сейчас описал, это всего лишь ее последний, самый яркий эпизод. На самом деле тема тянется далеко в прошлое и имеет богатую уже историю, которую нужно систематизировать и как-то донести до общественности. Да, я как член и представитель профсоюзной университетской солидарности, наш профсоюз, он выступал и по фан-зоне, и мы, насколько я помню, осуждали и факты давления на студентов разных вузов, в том числе МГУ и на преподавателей. То есть я уверен, что мы с коллегами обсудим случившееся и выскажемся по этому поводу. Мы собираем в электронной подписи на сайте Change.org защиту Дмитрия Петелина. Мы считаем, что с него должны быть сняты обвинения по совершению уголовного преступления. И мы призываем всех подписаться под петиции в защиту Димы и его одногруппников, которые сейчас проходят по этому делу в качестве свидетелей. Я считаю совершенно выходящим за рамки любого здравого смысла и законности заведения подобного уголовного дела при отсутствии какого-либо ущерба, отсутствии каких-либо внятных доказательств, при отсутствии чего-либо, в том числе здравого смысла. Это, мне кажется, совершенно ужасным, и я бы хотел, чтобы это уголовное дело было прекращено. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...